Здравствуйте, друзья! На связи Дмитрий Родин. И сегодня я вам расскажу, как составить сопоставительную ведомость при вынесении изменений в сметную документацию. Давайте мы откроем сначала методику 421 и посмотрим, на основании чего, в принципе, заказчики могут требовать от сметчиков составления данной ведомости. Приложение 12 к методике 421, которое так и называется, сопоставительная ведомость объемов работ. Данная ведомость всплывает в случае, если мы вносим некоторые изменения в сметную документацию. И это может проходить либо в процессе проектирования, либо в процессе прохождения экспертизы уже, либо это также может применяться на этапе уже исполнения контрактов. Частенько заказчики требуют от сметчиков даже при исполнении контрактов, несмотря на то, что методика 421, она как бы у нас применяется на этапе проектирования архитектурного. Тем не менее, заказчики могут требовать, потому что данная ведомость, она достаточно наглядно отображает изменения в изнеченную сметную документацию. Коротко говоря, они свор. И выглядит она вот так. Таблица из 12 граф, где есть данные сметного расчета. Это номер сметного расчета, номинование, номинование работы, затраты, единицы измерения, объем. Объем, причем должен быть в смете до изменений. И объем с учетом изменений. Должно быть отражено изменение объемов работ, как увеличение и снижение, то есть либо одна, либо вторая графа заполняется. Обоснование изменений и ссылка на техническую документацию. Также есть у нас некоторые примечания к данной таблице. В 10 графе указывается причина изменения объемов работ. В 11 и 12 графах указываются ссылки на соответствующие листы проектной документации. Данное приложение, оно относится к разделу, который называется раздел номер один из особенностей определения сметной стоимости при внесении изменений. Здесь как раз таки есть ссылки на данное приложение. Вот здесь есть пункт 189. К смете документации дополнительно прилагаются сопоставительные ведомости объемов работ, подготовленные в соответствии с приложением 12 методики. Понятно, да? И теперь я покажу вам, как можно составить данную ведомость в интерфейсе GrandSmeta. Естественно, у меня есть формы, которые я разработал, выходные формы для быстрого составления данной ведомости. И также есть определенные макросы, которые помогают составлять сметы, в которые нужно вносить изменения. Итак, давайте допустим, что у нас есть три сметы, в которые мы должны внести изменения. Данные сметы у меня составлены в интерфейсе программы GrandSmeta. Здесь они, в принципе, ресурсные сметы. Но здесь есть какие-то... Какой-то вот встретился тут фэр. Я не понял, как он сюда затесался. Просто не обращаем на это внимания. То есть это ресурсные сметы. Но по факту ведомость сопоставительная, она может составляться как и на базисные индексные сметы, так и на ресурсные. Никакой разницы в этом нет. Что нужно сделать с данными сметами, чтобы внести в них изменения? Прежде всего, конечно же, нужно маркировать позиции в сметах, для того, чтобы мы могли запомнить, что было в этих сметах изначально. В данном случае у нас есть объем работ. И для того, чтобы промаркировать данный объем, сначала мы создаем копии данных смет. Выделяю данные три сметы. Ctrl-C нажимаю и Ctrl-V. У меня создаются копии данных смет. Теперь я их переименовываю следующим образом. Итак, я переименовал данные сметы под номером как бы 1, 011, 021 и 031. Теперь в данные сметы мы будем вносить изменения. И они у нас как бы будут исполнительны. Давайте откроем первую смету. И прежде чем внести изменения, на вкладочке операции у меня есть также разработанный макрос для гранд сметы, для того, чтобы внести в примечание все объемы, которые у нас есть по локальной смеси. Для того, чтобы запомнить данные объема и уже в эту смету вносить изменения. Операции макросы. И вот здесь вот на вкладочке родин блок здесь есть макрос, который называется объем в примечании. Нажимаем на него. Здесь мы выбираем вся смета. Обрабатывать данные в смете. Нажимаем далее. И вот здесь выбираем скопировать весь объем в примечании. Выполнить. Готово. Теперь мы видим, что все наши объемы занеслись в примечание по каждой из строк. И такую же операцию мы проделаем со всеми сметами, которые у нас есть. Обратите внимание, что все позиции у нас полностью внеслись в примечание. Делаем то же самое для всех остальных смет. Итак, я внес примечание во все сметы, которые у нас как бы будут сметами с изменениями. Итого у нас их три штуки. Первую я вам уже показал. Вторая смета, как видим, есть примечание также. И третья смета также уже с примечанием. Теперь нужно внести изменения в данные сметы. Как мы будем вносить изменения в эти сметы? Для этого я открою статью на своем блоге и расскажу, как вносить изменения в сметы. Значит, при внесении изменений нужно учитывать следующее. Если какие-то объемы полностью исключены из сметы, мы должны поставить в объемах 0. То есть мы можем удалить порядковый номер позиции, но удалять полностью данную позицию не нужно. Потому что это пригодится нам при составлении ведомости. Следующий момент. Если нужно добавить новые работы или расценки, которых не было в изначальной смете, мы добавляем необходимые расценки из нормативной базы и оставляем примечание по расценке пустым. В этом случае выходная форма ведомости будет видеть, что данных работ не было в смете и, соответственно, этот объем пойдет в определенный столбец ведомости. Дальше. Если нужно внести изменения в объемы контракта смет в большую или меньшую сторону, мы просто меняем эти объемы в смете, а примечания не трогаем. В этом случае в ведомости будут заполнены столбцы увеличения или снижения. И если объемы каким-то расценкам не меняются, мы их оставляем также без изменений в измененной смете. В примечании при этом также будет прописан их объем, потому что мы это только что сделали макросом. И в этом случае при формировании ведомости сопоставительной в столбцах увеличения и снижения будет стоять значение 0. Есть. Теперь давайте я покажу на примере, как я буду вносить изменения в данные сметы. Я перенес данные сметы в папку ISP и внес в них определенные изменения. Давайте откроем. ISP это, условно говоря, исполнительные сметы. И давайте посмотрим, по каким правилам я вносил изменения в данные сметы. У нас есть расценки измененные, есть обнуленные расценки, есть расценки, которые остались без изменений, либо увеличились, либо уменьшились объемы. Например, в данной позиции мы видим, что объем у нас изменился в большую сторону. До этого у нас было 6 квадратов разборки, стало 30 квадратов в определенной формуле. То есть примечания мы здесь не изменили, но изменили только объем. В следующей позиции у нас объем был 23 квадрата, стало 0, то есть объем обнулился. В следующей позиции также обнулилась наша расценка федеральная, которая вообще тут не в тему, да, оказалась. В следующей позиции объем увеличился, было 32 квадрата, стало 50 и так далее. То есть где-то объем у нас изменяется в большую сторону, где-то в меньшую, где-то он вообще не изменяется, как в данном примере. 66-18 была очистка поверхности щетками, оно как было, так и осталось. А вот обеспыливание, смотрите, здесь мы добавили новую расценку, потому что здесь нет примечания. Здесь появилась обеспыленная поверхность. То есть я просто добавил данную расценку из базы и в примечания я не вносил никакого изменения. Кстати говоря, также в примечания можно вносить изменения вручную. Если, например, мы зайдем в данную позицию, на данную позицию нажмем F3, мы попадем в дополнительную информацию о позиции. И здесь есть раздел, который называется примечания. Вот здесь вот мы можем корректировать данное примечание, можем удалять его, либо не изменять. Ну, таким образом, например, если мы скопируем какую-то расценку, да, то у нас скопируются также и примечания по данной расценке. Поэтому в случае копирования, если нам, например, нужно изменить или обнулить примечание, мы можем зайти F3 и просто обнулить данное примечание, удалить его отсюда. Так, давайте удалю эту строчку, которую я просто показал для примера. И мы видим, что какие-то расценки у нас теперь новые. В данном случае, например, обеспыливание, наклеивание сетки и сама сетка – это новые расценки, потому что здесь нет никакого примечания. Таким образом, мы вносим изменения в наши сметы. Опять же, мы видим нули и так далее до конца сметы. То есть уже по тем требованиям проектировщика, либо уже прораба, да, там, начальника участка, то есть при внесении изменений в исполнение сметы, либо в процессе проектирования. Такие же изменения мы вносим во все необходимые нам сметы. И теперь, по сути, наши сметы готовы уже для того, чтобы можно было их вывести в сопоставительную ведомость. Смета номер 2 и смета номер 3 с внесенными изменениями. Естественно, сумма смет, она может изменяться в процессе внесения изменений, либо если есть такое требование как-то подогнать под определенную сумму, то вы уже объемы подгоняете под нужную сумму, и когда уже все это готово, мы можем выводить в сопоставительную ведомость объемов работы. Как это сделать? Это можно сделать либо для всех смет сразу, либо для каждой сметы в отдельности. Давайте я покажу, как делать для одной сметы сначала. Для того, чтобы выгрузить сопоставительную ведомость, мы должны нажать файл, печать, дальше мои формы, потому что здесь у вас должна уже быть закинута та форма, которую вы можете получить на моем сайте. Если у вас данной формы нету, вы вот сюда правой кнопочкой нажимаете «Мои формы», «Открыть папку в проводнике Windows», и вот сюда я создал отдельную папочку «Свор», сюда вы копируете и вставляете ваши формы, которые вы приобрели на моем сайте. Также здесь есть еще макрос, о нем я расскажу чуть-чуть попозже. Макрос обработки сопоставительной ведомости. Есть также отдельная инструкция текстовая, как установить пользовательскую форму в Грандсмету. Есть ссылочка под данным видео, вы можете это почитать. Итак, мои формы «Свор» и вот здесь вот есть выходная форма «Свор». Нажимаете на нее. Здесь, в общем-то, никаких изменений производить не нужно, просто нажимаете «Ок» и Грандсмета выводит у нас изменения. Сопоставительная ведомость объемов работ. Данная ведомость, она у нас соответствует требованиям приказа 421-PR. Здесь, как видите, у нас заполнены все необходимые данные, в том числе объемы до изменений и объемы после изменений, а также само изменение непосредственно объемов работ. Либо увеличение, если объемы увеличились, либо снижение, если объемы снизились. Обращаю внимание, что также вы можете сюда вносить ссылки на техническую документацию до изменений и после изменений. А если вам нужно внести какое-то обоснование, то его нужно будет внести непосредственно в Excel. Вот эти вот ссылочки, они вносятся, кстати говоря, из Грандсмета. Если мы переходим на какую-то из строчек, мы можем нажать F3. И вот на вкладочке «Комментарии» вот здесь вот мы пишем. В данное поле мы пишем ссылку до изменений, то есть лист 1 какого-то конкретного проекта. А в данное поле мы пишем ссылку после изменений. И после этого у нас, когда мы заполним это по каждой из строк, данные строки, они будут переходить вот сюда, в данные поля. Итак, как мы видим, что данная ведомость, она у нас полностью заполнена от начала до конца. Внизу у нас составил и проверил. Как видите, в данной ведомости у нас отсутствует некоторая нумерация позиций, то есть нумерация позиций не сквозная. Данную проблему решает как раз-таки дополнительный макрос, который приложен к выходной форме SWOR. Откуда вообще возникает данная проблема перенумерации? Дело в том, что когда мы вносим изменения в сметную документацию, мы видим, что есть некоторые позиции с нулевыми объемами. И в данных позициях с нулевыми объемами мы обычно удаляем нумерацию. Для чего? Для того, чтобы у нас не сбивалась нумерация в нашей смете. Потому что мы данную смету можем также выгружать просто в Excel, как обычную смету. Не обязательно ее использовать исключительно как ведомость. Поэтому здесь мы хотим, чтобы была сплошная сквозная нумерация, поэтому мы удаляем нумерацию позиций. Обращаю внимание, что выключать либо удалять данные нулевые позиции мы не можем, потому что у нас они требуются для формирования сопоставительной ведомости. Поэтому мы прибегаем к такой хитрости, к обнулению нумерации позиций. Сделать это можно, если мы перейдем на вкладочку операции, перенумерация позиций, и если у нас здесь стоит галочка автоматическая перенумерация, пропускать позиции без номера и пропускать неучтенные позиции, в том числе можно поставить галочку. Так вот, если мы выгрузим данную смету, например, давайте я покажу, то в смете нумерация будет сквозной, потому что у нас не выводятся позиции с нулевым объемом. Как видите, первая, вторая, третья и так далее. Но вот если мы выводим это в ведомость свор, то мы видим, что нумерация здесь стоит прочерки в тех позициях, в которых у нас нулевой объем есть. Соответственно, мы должны обработать данную ведомость объемов с помощью макроса. Макрос также есть в комплекте к заказу, если вы будете получать его через мой сайт. Заходим в файл, печать, мои формы и правой кнопочкой нажимаем «Открыть папку в проводнике Windows». По сути, вот она, эта папочка свор, которую я создал, и вот он, данный макрос. Данный макрос вы можете запускать либо отсюда, если вы его сюда скопировали, либо просто из папки после вашего заказа, который вы получите, который вы скачаете, комплект. И любым удобным способом вы запускаете данный макрос, но уже после того, как у нас выгружена ведомость. То есть, когда вы выгрузили ведомость свор из грандсмета, вы запускаете данный макрос. Он открывается у нас в отдельном файле и имеет вот такой вот вид. То есть, здесь есть кнопочка запуска, здесь написана версия, разработчик, сайт и обратная связь. После того, как вы запустили данный макрос, вы нажимаете на кнопочку «Запуск» и здесь выбираете нужные параметры. В данном случае мы объединять ничего не будем, потому что у нас одна только ведомость выгружена. Но мы ставим галочку «Перенумерация по порядку». Нажимаем на кнопку «Старт». Вот здесь вот внизу, как видите, есть строчка «Идет перенумерация» для того, чтобы вы видели, что действительно макрос работает, а не завис. И после обработки выходит сообщение от готовности. Нажимаем «Ок» и теперь мы видим, что наша ведомость, сопоставительная ведомость, имеет другую перенумерацию, то есть сквозную перенумерацию. После этого мы можем сохранить данную ведомость, сохранить ее, например, где-то в нашей папочке, где мы обычно все сохраняем. И макрос данный может закрыть. То есть макрос этот автоматически находит открытый файл, который мы выгрузили из грандсметы. Его не нужно где-то дополнительное сохранение, вы просто запускаете данный макрос параллельно с выгруженным файлом. Теперь давайте я покажу вам, как выгружать сразу же несколько ведомостей. Для этого мы выбираем три наших файла, которые мы внесли изменения. Нажимаем «Файл», «Печать», «Мои формы», «Свор», либо может воспользоваться последними формами. И вот здесь мы ставим галочку «Обязательно объединить документы». Два раза сюда нажимаем «Ок» и дожидаемся выгрузки в один экселевский файл. Итак, мы видим, что все ведомости выгрузились в один файл на разных листах. И теперь мы можем также обработать их макросом. Запускаем наш макрос обработки. Здесь также мы видим, что перенумерация у нас не сквозная. И данный макрос также еще умеет объединять все ведомости в одну. Это может потребоваться нам в процессе прохождения экспертизы, например. Потому что зачастую эксперты просят, чтобы ведомость была одна для всех смет. И данный макрос умеет это делать. Также нажимаем на кнопочку «Запуск». И здесь мы уже ставим галочку «Объединить ведомости на новом листе». И также ставим галочку «Перенумерация по порядку». Нажимаем «Старт». Макрос автоматически находит все ведомости. Обращаю внимание, что здесь идет перенумерация конкретной строки. Для того, чтобы вы видели, что компьютер не завис и макрос работает, это может занять некоторое время. И после окончания мы увидим результат. Да, у нас есть сообщение о готовности. Нажимаем «Ок» и смотрим на нашу сопоставительную ведомость. Как видите, у нас создался еще один лист «Общая ведомость». И в данном листе у нас каждая из ведомостей находится друг под другом. Как видите, вот это была первая смета, это уже смета номер 2 и смета номер 3. И здесь также, как видите, выполнена сквозная перенумерация. То есть между второй и третьей сметой у нас нет никакого разрыва номеров. И в конце у нас идет также состав «Проверил». Также нумерация по отдельности выполнена для каждого из листов. То есть они друг от друга не зависят. И макрос обрабатывает все листы, которые мы выгрузили из грандсметы. Данную ведомость также можно сохранить в любой папке. Так, следовательно, мы разобрались. Давайте теперь покажу, как сделать смету на исключенные и добавленные работы, либо смету плюс-минус на основании какой-либо из смет. Если мы обратимся к методике 421, в пункте 188 говорится следующее. Что при внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость листов с учетом произведенных изменений. По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальный сметный расчет разрабатывается также отдельно на исключаемые и дополнительные работы. Вот для того, чтобы разработать данные сметные расчеты, мы также воспользуемся макросом, который я разработал для ПК Грандсмета. то есть по сути у нас уже есть все промин про маркированные позиции в каждой из смет и нам как бы нужно выделить теперь из данных смет сметы на добавленные работы и сметы на исключенной работы с этим с этой задачей замечательно справляется специальный макрос прежде чем запустить в работу данный макрос мы должны создать копию данные сметы например если мы хотим разработать сначала смету на исключенной работы мы делаем копию той сметы в основании которой мы будем это делать control c control v и называем ее например смета минус сначала смету на исключенную работаете заходим в данную смету и на вкладке операции макросы на вкладке родин блок мы нажимаем на макрос смета минус выделяем всю смету далее и нажимаем выполнить здесь не обращаем внимание что есть какая-то определенная ошибка это никак не влияет на работу макроса просто нажимаем готово и после этого мы видим что наша смета она у нас сильно упала в цене почему потому что макрос оставил только те работы которые как бы остались у нас не исключены то есть вот это мы видим что у нас ушло соответственно это у нас осталось смете минус ну и так далее по всем позициям то есть данные у нас работы соответствуют полностью нашей сопоставительной ведомости в определенной графе давайте я открою данную сопоставительную ведомость смета которая у нас получилось она должна полностью соответствовать вот это вот графе снижения это и будет у нас смета минус естественно нулевые позиции нулевые объема они у нас никак не отобразятся в данной смете но все остальные позиции они у нас полностью соответствует нашей графе снижения таким образом мы поступаем с каждой сметы в которой нужно делать смету на снижение или смету минус и теперь давайте покажу как сделать смету на добавленной работы которая будет соответствовать графе 8 увеличения также мы делаем сначала копию этой сметы control c control в и переименовываем ее смету плюс заходим в данную смету и на вкладке операции макросы нажимаем смета макросы мета плюс здесь мы выбираем вся смета далее выполнить опять же если есть ошибка мы на нее не обращаем никакого внимания и теперь мы видим что сцена по смете также очень сильно изменилось потому что сметы убрались все работы кроме тех работ которые у нас добавлено и они теперь соответствуют данные объема столбцу увеличения 2 4 18 100 52 682 2 4 18 100 0 52 682 нулевые позиции конечно же в данную смету не прописываются они там абсолютно не нужны и так друзья очень быстро мы с вами создали смету на сметы на включенные и исключенные работы естественно если это делать вручную это бы заняло огромное количество времени и будет было бы связано с огромным количеством также ошибок и проверок но с помощью макросов это делается очень быстро и безболезненно также друзья покажу вам еще один макрос который может быть вам полезен например если вы хотите из данной сметы сделать смету изначальную то есть как бы вернуть ее к изначальному варианту такое возможно вам понадобится в случае если вы например потеряли изначальную смету или она у вас там случайно удалилась так или иначе может встретиться ситуация когда мы захотим эту смету превратить в изначальную смету также мы копируем данную смету которую мы внесли изменения вставляем ее рядом и переименовываем например можно назвать смета контрактная заходим в нее и опять же на вкладочке операции макросы мы выбираем макрос который называется смета контрактная из исполнительной сметы вот он находится здесь нажимаем здесь выбираем вся смета далее выполнить готова и теперь макрос обработал все позиции сметы и по сути он как бы перенес все объемы из примечаний обратно вот сюда вот в графу объемы если же у нас какие-то объемы отсутствовали да то есть без примечаний то те позиции он просто данный макрос удалил и давайте теперь я открою ту смету которая у нас была до внесения изменений вот она данная смета на сейчас мы находились сами в папочке исп открыли данную смету до сделали копию но у нас также есть сметы которые в которых мы не вносили никакие изменения мы открываем данную смету видим сумму 830 на 1000 с копейками и это вот та смета которую обработал только что макрос да она полностью соответствует данной сумме итак друзья мы с вами разобрались как делать сопоставительную ведомость объемов работ данная ведомость она достаточно популярна потому что как видите она очень наглядно отображает все изменения которые проводились в сметной документации заказчики очень любят данную ведомость экспертиза также данную ведомость любит у вас не получится пройти экспертизу не составить данную ведомость и если вам это интересно вы можете получить данную ведомость на моем блоге. Если вы переходите на раздел родинблок каталог, он находится вот здесь магазин, то где-то сверху вы скорее всего увидите данную сопоставительную ведомость. Вот так выглядит ее коробочка. Если же здесь ее не будет, то вы можете перейти на формы и макросы для грандсмета раздел и здесь найти в данном разделе эту ведомость объемов работы. Она также где-то будет в данном разделе, может быть сверху или чуть пониже. Но на момент записи видео она стоит вот столько. Данная акция возможно продлится не так уж долго. Поэтому смотрите на момент, когда вы будете переходить по ссылочке, цена может сильно измениться. Здесь на странице описания вы можете видеть ту версию, которая у нас есть. Здесь есть скриншоты. Вы можете посмотреть какие-то подробности по данной выходной форме. Состав заказа также прописан, что вы получите после оплаты. Ссылки есть на статью подробную про данную выходную форму, которая, кстати, периодически будет обновляться. На днях я обновил данную статью, потому что внес определенные изменения. И также вы можете здесь скачать пример выходных документов. В данном случае это будет пример сводной ведомости, пример сопоставительной ведомости в формате PDF для объединенных той ведомости, где мы объединили только что несколько смет. Отсюда вы также можете сделать заказ, то есть отложить товар в корзину и вот здесь справа сверху у вас появится ну да, кстати, если вы один раз уже делали откладывать товар в корзину, то вы увидите такое сообщение. Значит, в корзине у вас уже есть в принципе данная ведомость. Вот здесь вот кнопочка корзина. Точно так же будет на мобильном телефоне, если вы будете с мобильника заказывать. Здесь также есть подробное описание, в том числе истории изменений, что изменилось в каких-то версиях, возможности прописанной данной выходной формы, опять же скриншоты. Здесь я размещу видео, демонстрацию работы, то видео, которое вы сейчас смотрите, и также ссылка на инструкции и требования по данной выходной форме. Ну и также вы можете добавить к заказу какие-то другие выходные формы. Что ж, друзья, вот такая была сегодня для вас информация. Если вам это понравилось, вы можете как-то оценить данное видео. К сожалению, как бы YouTube у нас сейчас стал уж совсем вражеским, и скорость его сильно замедлили, поэтому данное видео я также буду выкладывать на другие свои каналы, в Telegram, в Zen, на свой блог, естественно. Ну и поскольку скорость на YouTube совсем уже не какущая, то есть можно только с VPN смотреть там что-то, либо через мобильный интернет. Пока что на момент записи видео YouTube работает, ну более-менее, хотя сейчас уже все хуже и хуже становится работать. Будем с вами, друзья, переезжать на другие сервисы, и там, естественно, мы с вами не потеряемся, поэтому оставайтесь на связи, подписывайтесь на те каналы, которые вы знаете, мои. Это и Zen канал, и Telegram канал. Также подпишитесь на рассылочку писем бесплатную. И таким образом мы с вами всегда будем оставаться на связи и не пропадем. И, кстати говоря, если вы покупали какие-то платные курсы у меня, то вы знаете, что большинство платных курсов работают у нас не на YouTube канале, а на отдельном выделенном канале сервиса «Кинескоп». Там очень хорошая скорость видео, никаких тормозов там нету, поэтому не переживайте за качество видео, которое вы покупаете в видеокурсах. Но, кстати, я еще не все видеокурсы перенес на «Кинескоп», потому что многие видеоуроки, их достаточно много, есть некоторые старые архивные видеокурсы и уроки. Я, тем не менее, их постепенно перенесу также на сервис «Кинескоп», для того, чтобы вы могли без каких-либо проблем смотреть данные уроки без всяких тормозов. Спасибо за внимание, заказывайте выходные формы, которые я для вас разрабатываю, и оставайтесь на связи. До новых встреч!